Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и вновь мы приветствуем вас на канале Squatboard Show. Друзья, сегодня произошло по-настоящему важное событие. Сегодня в магазин на станции метро Таганской Марксистской, про который я говорил, зашли два таджика и спросили, можно ли здесь купить сим-карту Beeline. Сим-карту купить нельзя, но сам этот факт говорит о том, что теперь магазин стал по-настоящему международным центром скейтбординга. Ура, друзья! Ура! И в честь этого знаменательного события у нас специальный обзор. Коллаборация Дэк Дарк Стар и мультфильма Феликс the Cat. Не переключайте ваши YouTube-каналы. Итак, про Дарк Стар я, наверное, рассказывать не буду, потому что бренд очень хороший, про бренд нужно сделать один большой обзор, а здесь можно рассказать про мультик Феликс the Cat. Тем более вы знаете мою любовь к синематографу, мою любовь ко всей вот этой поп-культуре. А Феликс является действительно неотъемлемой частью этой самой культуры. По недавним опросам, Феликс the Cat, вот этот вот черно-белый персонаж, занимает 28 место в ряду самых узнаваемых мультипликационных персонажей. Ну, понятно, что впереди есть более крутые коты, типа там Том и Джерри, ну погоди, и прочее, и прочее, но 28 место, согласитесь, во всем обилии мультипликационных персонажей, это тоже очень и очень хороший результат. А началось все еще в 1919 году, когда на Нью-Йоркской анимационной студии директор Пэт Селливан решил сделать небольшой мультик про кота. Вообще, тут тоже очень интересный момент. Сам Пэт Селливан, который был уроженцем Австралии, номинально считается автором этого персонажа. Хотя многие говорят, что он просто сказал, что давайте сделаем какой-то смешной мультик с каким-нибудь персонажем, а именно кота нарисовал его главный аниматор. И до сих пор идет много споров, но многие склоняются, что все-таки это сделал господин Пэт Селливан. Название коту он придумал не сразу. Сначала это были мультики, где кота звали внезапно. Том или Томас, Мастер Том был мультфильм про этого котенка. А потом он вдруг подумал, полистал в словаре, не знаю. Вот, кстати, тоже очень интересный момент, сейчас расскажу. Он решил, что по латыни кот это Фелис, а Феликс это веселый. Соответственно, он соединил два этих слова, то есть такой веселый котик Феликс появился. И вот у меня вопрос, что директор анимационной студии в начале 19 века, его образование было настолько разносторонним, что он знал латынь и знал такие слова в латыни. Это очень здорово. Либо кто-то ему подсказал. Ну, история об этом умалчивает. Однако в 19-м году впервые появился этот персонаж, который сразу стал очень популярным. Мультики о приключениях этого веселого кота черно-белого показывались везде. Были комиксы, которые печатались в газетах. И были они популярны до начала эры звукового кино. Когда началась эра звукового кино и появились первые мультфильмы с Микки Маусом, на тот момент, наверное, одним из главных конкурентов любого мультипликационного персонажа, включая Бетти Бупа, о которой мы уже говорили. Так вот, когда появились уже мультики звуковые от Диснея, естественно, большинство мультипликаторов, которые рисовали до этого, они сказали, что да это звук, нафиг он нужен. Нет, это никогда не приживется. Давайте продолжать делать, опять же, просто рисованные без звука мультики. Но прогресс не стоит на месте, прогресс пошел вперед, и очень медленно, но практически все черно-белые мультфильмы, которые были без звукового сопровождения, стали терять популярность, и эта ситуация не обошла стороной и Феликса. Несмотря на то, что Феликс действительно был одним из самых популярных персонажей. Например, в 20-х годах джаз-бенд Уайтмана сделал песню «Felix Keep on Walking», то есть Феликс продолжает идти. Феликс это был нарицательный персонаж, и многие называли котят Феликсами, тоже благодаря этому персонажу. Более того, в штате Индиана в одной из школ появился маскот, появился символ местной команды, который тоже выглядел как Феликс. Ну, понимаете, да, какая это популярность? При том, что я говорю, что тогда не было ни интернета, ничего, и специально как-то все распространить было достаточно сложно. И вот Феликс начал забываться, но в 50-х годах была первая волна такого ретро, когда люди тоже слегка устали от звуковых мультиков, от звуковых эффектов, от цветных уже мультиков, и начинали вспоминать, что, а помните, был такой персонаж. О, круто! И постепенно, потихоньку, Феликс вновь стал появляться в таких ретро-мультфильмах. Они были очень популярны, популярны настолько, что в конце 80-х вышла даже полнометражная картина Феликса про его путешествие вместе с другими постоянными героями. И в 2000 году вышло продолжение этой картины. Оно получилось не очень интересным, оно даже не показывалось в кинотеатрах. Сразу был релиз на DVD. Но, опять же, все фанаты этой серии получили удовольствие от этого мультика. И, в принципе, сама фигура кота, да, с одной стороны, стала популярной. Понятно, что она была одной из первых. И, наверное, какие-то другие студии, которые тоже одни из первых, сделали там какого-то персонажа, он автоматически стал популярным. Потому что это, что называется, на безрыбе-то и рак рыба. Но, с другой стороны, он действительно был очень интересным. Кошек многие любят. Я сам очень люблю кошек. И это круто. Такой момент в Германии в свое время, в 70-х, вроде бы в 80-х, появились такие контркультурные сначала комиксы, а потом и анимационный полнометражный фильм «Фрицви Кэт». Про кота, который активно занимался различными, ну, наверное, обычными для кота вещами, а именно сексом с кошечками, поеданием различных веществ. И это была не только там кошачья трава, но и всякие остальные вещи. И это стало тоже одним из символов такой контркультуры. И сами создатели говорили, что да, мы его и назвали «Фрицем», и вообще это был такой, ну, ответ на конвенциальный, на классический мультик «Феликс Викет». Еще с «Феликс Викет» связана такая очень интересная история. Сейчас активно идут разговоры о том, чтобы этого кота перезапустить. Но есть один фактор, который очень мешает его перезапустить, и который, опять же, говорит не в пользу аниматора, утверждающего, что он придумал этого кота. Если директор мультипликационной студии все время рассказывал, что мне самому нравятся коты, у меня жена очень любит котов, и вообще кошки такие грациозные животные, то этот аниматор, ну, представляете, 20-е года прошлого века Нью-Йорк. Это мировая столица расизма, можно сказать. И этот самый аниматор говорит, что «Ну, я когда придумал персонажа, я решил, чтобы он был похожим на, знаете, такого карикатурного негра. Негры, они же смешные, ха-ха-ха». Действительно, в начале 20-х годов были так называемые минстрел-шоу, где выступали белые люди, загримированные под чернокожих людей, и рисовались они с такими крайне черными лицами, но с белыми кругами вокруг глаз и вокруг губ, и это все имело такой комический эффект. Публика ракулецкала, браво, браво, действительно, они похожи на этих туземных папуасов. Так вот, такие упоминания, что Феликс, можно сказать, берет свое начало в подобном российском сравнении, может в нынешний век новой этике очень серьезно по перезапуску этого мультика ударить. Ну, поэтому спасибо Darkstar, что ребята не постеснялись и поучаствовали в коллаборации с этим брендом, поддержали его, может быть, будет перезапуск действительно интересного. А вообще, это очень хорошая веха в истории скейтбординга. Поэтому, друзья, катайтесь на скейте, занимайтесь скейтбордическим катанием, и, конечно же, заходите на Squadboard Shop. Пусть это будет интернет-магазин, пусть это будет международный центр катания на скейтбординге на Марксистской. Мы всегда рады вас видеть. До новых встреч! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова